снимаем батарею в дворе дома частного яма нет подъемника нет решили выкатывать батарею из под машины вот на таких балках и роликах которые мы сделали из черенков сейчас приподнимем машину на домкратов и я думаю батарейка свободно должно выкатиться ну вот выкатили батарейку машину подняли вот на двух домкратах один там гидравлический стоит другой здесь штатный начали разбирать батарейку и как обычно столкнулись с проблемой вот таких бит у нас нет звездочка с отверстием много раз уже натыкались на такие болты много раз хотели эту биту купить вот так и не доходило решили немножко повандалить и просто сбить этот шпенек сбивается он легко металл мягкий да и сами болты не сильно туго закручены поэтому срываются легко вполне возможно их и закрутим если грани не сорвем окончательно или заменим другими болтами так сегодня раннее утро решил самого утра начать все делать вчера вечером открутили внешнюю крышку уже было очень интересно посмотреть что там внутри вот ну собственно приступаю к разборке я думаю это уже многие видели много раз в интернете полно информации на эту тему как ее разобрать поэтому здесь особо вдаваться подробностей не буду а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так прошло несколько часов Я тут играл в Tetris с модулями Примерял их И получается вот такая конфигурация Модули и их расположение Вот эти четыре спереди это классика Соответственно зеркальное отражение будет на второй стороне Дальше вот эти три модуля и три модуля которые будут на второй половинке Лежат так как и должны лежать не перевернуты В том смысле что они не перевернуты И даже в таком положении крышка не закрывается Так как потолок висит ниже чем нужно Там я примерно померил сантиметра три Вот придется вырезать окошки для начала Чтобы крышка нормально закрылась А затем восстановить этот потолок Чтобы он на эти три сантиметра выше был Но надеюсь оно останется Чтобы не подкладывать ничего под вот эти лапы Вот и самая интересная задняя сборка Смотрите вот эта балка Она мешает чтобы положить блоки Вот таким образом как на втором этаже Буквально не хватает там три-четыре сантиметра Поэтому на нижний этаж я положил Четыре блока в развернутом состоянии И на второй этаж пять блоков Тоже на девяносто градусов повернуты Я уже проверил в таком положении Крывается нормально Ничего не мешает, не задевает Даже остается еще зазор Единственное сейчас осталось придумать Как все это закрепить Чтобы оно крепко держалось Ну и соответственно второй этаж Чтобы крепко держался Потому что вот этот блок Сейчас я покажу Он висит наполовину Поэтому даже для демонстрации Пришлось подложить даже досточку Чтобы он не падал Вот это вот поперечное усиление Тоже для него место нашлось И для модуля LBC Вот в этом месте Вот здесь нашлось место Тоже сейчас будем думать Как его крепить От старой батареи Осталась куча металла Который можно в нужной форме Распилить Сварить в нужных местах И появится новое крепление Для новой батарейки Вот собственно Справа деталька Которая была в сборке родной От задней сборки прослойка Одновременно крепеж Который ее держал Как видите Отрезали вот эти уши Загнули их Просверлили отверстие на 8 И одно из ух приварили Ровно посерединке Что это дает? Это дает очень хорошее крепление Как мне кажется Вот сюда К штатному болту Мы крепим вот эту вот Рамку маленькую А в нее уже вставляем Два модуля Боком И стягиваем все это дело Шпилькой На 8 тоже С обратной стороны Будет то же самое Уже проверяли Все подходит Единственное Единственное что Вот в этом месте Придется чуть-чуть Там буквально Два миллиметра Сточить болгаркой Чтобы модули Плотно сели Несмотря на то Что ему будет Немножечко мешать Кайке Которая прижмет Как раз таки Вот эту рамку Второй вот этот блок Из двух модулей Тоже будет держаться На этих же креплениях Вот А сверху С двух сторон Они тоже будут Стянуты Шпилькой Поэтому Держаться Все будет Довольно таки Надежно Собственно На второй половинке Будет абсолютно То же самое Под средние модули Как я уже сказал Проект есть Как сделать крепеж Сзади пока Только мысли О том Как крепить Потому что С этой хитрой Компоновкой Придется сооружать Два жестких этажа Проводку Как видите Уже подготовил Все подписано Ну и как я уже сказал Вот эти вот Переднюю всю часть Я уже сегодня Подготовлю выводы Под балансиры Немножечко Под закреплю Останется только Дальше Обжимать Нарезать И обжимать Силовые кабели Так Ну собственно Сейчас еще Раннее утро Многие возможно Спят Особо шуметь нельзя Поэтому Решила Заняться Немного проводкой Тем более Что уже известно Как блоки Будут стоять Ну Заднюю сборку Пока не трогаю Вот У меня схемка Есть уже заранее Давным-давно Подготовленная То есть Вот у меня Вот так Будет Задняя сборка Два вот этих Модуля Они будут Заходить Получается Вот в это И вот в это Место Соответственно Будет начинаться Первый модуль Плюс Выходить Вот отсюда Вот И Получается На Вот этот Размыкатель От задней сборки Тоже будет выходить Прямо вот здесь Напротив Соответственно С размыкателя Сразу Вот сюда Что у нас здесь Плюс Плюсовой Получается Минусовой Идет сюда И дальше Плюсовой Пошел сюда Точно так же Как и в штатной сборке Единственное Что у штатной сборки Вот С этого края Уходил Минус На колодку А плюс Отсюда Уходил Уже На Размыкатели На Контакторы У меня же Задняя сборка Получается Будет заходить Чуть-чуть Дальше Вот сюда Вот Переднюю сборку Примерно Уже Вложил Получается Вот эти Фишки На Балансиры Они на Своих Штатных Местах Сейчас Вот я Туда Подключу И буду Наращивать Провода На Ячейки Где-то У меня По-моему Вот на этом Листочке Я себе Так Кратко Расписал Что Получается Вот этот Блок У меня Тринадцатый Четырнадцатый Пятнадцатый Шнадцатый Восемнадцатый То есть Вот Тринадцатый Блок Это как раз Вот он На нем Присутствует Сорок восьмой Контакт Балансира Этот же Сорок восьмой Контакт Есть и На задней Сборке Последний Будет он На Получается Какой На двенадцатый Вот он Здесь будет стоять И на нем Будет тоже Балансир Сорок восьмой Он будет На другой Косе Так что Перепутать Эти два Сорок восьмых Будет Довольно Сложно Вот И получается Что Значит Вот это У меня Сорок восьмой Ну и дальше Сорок девять Пятьдесят Пятьдесят Один Пятьдесят Два Смотрим Пятьдесят Два Да С сорок восьмого По пятьдесят Второй Все Сейчас Вот Если проводов Штатной Проводки Будет хватать То просто Отрубаю Вот этот Вот Наконечник И провода Либо здесь Сращиваю Потому что Остатки Вот они Остались В общем Оттуда его Вытащить Там где Можно будет Нарастить На такие Длинные То конечно же Я к ним Припаяюсь И Термоусадочной Трубкой Заизолирую А вот В таких Местах Где Допустим Вот Желтенький Я Вот он В кадре К ним Припаяться Уже Не получится То здесь Буду Паяться Заново Уже С кислотой Или Как Получится Чтобы было Попрошнее Точно так же Капелькой Клея Залью Если Штатного Кабеля Будет Не хватать Ну Оно Точно Будет Не хватать Потому что Есть Вот Такие Кусочки Которые Были Совсем Близко К Фишке Их Придется Наращивать Кабелем В общем Сейчас Достаю Паяльник И Начинаю Пробовать Сперва Продолжение следует Продолжение следует Место Я закончил Паять Одну Четверть Всех Проводов Которые Надо Припаять Пока Это Только Левая Малая Сборка Из Семи Модулей Провода Пока Просто Лежат Модули Не Закреплены Но Лежат Они Уже На Своих Местах Когда Уже Модули Будут Закреплены После Того Как Будут Подведены Уже Силовые Кабеля Смотаю Все Вот это В одну Косу И Закреплю Соответствующим Образом А пока Приступаю К Правой Малой Сборке На самом Деле С утра Еще Думал Что Спаять Сотни Проводов Это Делать Нечего На самом Деле Прошло Уже Больше Пол дня А я Вот Ну Методом Проб И Ошибок Наконец-то Вот Я Одолел Четверть Работы По Пайке Ну Ладно Продолжаю Дальше Продолжаю Продолжаю Ну И Ну Собственно Итоги Работы Вместо Того Чтоб Крепить переднюю сборку с утра решил заняться балансирами проводкой в итоге вечер и только сейчас я закончил паять половина батареи балансиров только немножко сзади сейчас грязновато но уже заметно как будет выглядеть крепление задней нижней сборки нижние где-то первый этаж в этом помогает не мой отец в принципе как я вот с этими креплениями вот они здесь это тоже делал красоту эти крепления уже тоже сделала не рядом просто по вот этой сборке половинки остались только силовые кабеля и закрепить их вот это вот все косу две косы будут собраны уже после установки в кучу все будет красиво я думаю что все будет красиво ну и завтра нужно будет заниматься балансирами задней сборки и вообще завтра надо будет заканчивать уже с ней возиться посмотрим как будет сегодня я тоже планировал быстро запаять и провода в итоге провозился с ними весь день так утро третьего дня 6 утра я тут немножечко прибрался и открыл свою схему которую изначально рисовал я здесь приблизительно нарисовал заднюю сборку но тогда еще не знал как ее буду укладывать поэтому просто нарисовал вот так вот сборку из 10 штук чисто схематично вот и сейчас переделал схемы перерисовал и так чтобы она была сопоставима с реальностью для вот так получается 1 0 2 сзади на первом этаже будет лежать 4 блока вот в такой номерации и на втором этаже 6 блоков вот в такой номерации еще раз говорю уже примерились крышка закрывается в таком расположении с креплением второго этажа еще мысли фантазия гуляет мысли много реализации пока нет никакой собственно сейчас я приступаю вот по такой схеме к разводке балансировочных кабелей ну а там дальше уже будет видно но и и и Субтитры сделал DimaTorzok Все, наконец-то я закончил разводить балансиры, проводку под балансиры. Все 24 модуля разведены, запас сделан, они немного подвижные. Все, сейчас наконец-то будем их крепить, попутно делая силовую проводку. Таким вот образом будет реализовываться подключение модулей между собой. Здесь у нас кабель, КГшка 50-го сечения и, соответственно, под нее наконечники медные, луженые. Выглядеть это будет вот так вот, со стороны сбоку. Наконечников других у нас нет, под заказ тоже. Поэтому буду обходиться такими. Внизу, как я уже и говорил, два блока лежат на площадке. Сейчас вот нарежем шпильки и будем между собой их стягивать. Дополнительно сейчас уже прикинул кабель обогрева саморегулирующийся. Вот он будет огибать вокруг сборку всю по на один раз, заднюю сборку на два раза. И кусок будет идти посредине. Наконечники, кстати, опрессовываем пятитонным домкратом. Опрессовывает довольно-таки неплохо. Вот такое получается качество обжима. Одел термоусадочные трубки. Звук покупок. Оналерно. Простите. Звук пуль 도леток. Звук пуль под стройке. Звук. Звук пуль под подcast т EN기가. В итоге получаем вот такую красивую деталь. Ну в общем, как устанавливаем переднюю сборку с самого начала. Вот так. Вот так. Вот так. Вот, собственно, закончили сборку передней секции с двух сторон. Каждые два модуля скреплены между собой снизу шпилькой. Все четыре модуля вот таким вот образом стянуты длинной шпилькой с двух сторон. И все это держится на четырех скобках, прикрученные к штатным болтам, которые были в корпусе. Вот здесь хорошо видно болты, ушки от скобок, которые торчат. И, соответственно, с той стороны тоже самое. Вот эта перемычка, вот я ее по низу провел, чтобы не мешалась. А вот в этом месте стоит шина. Сделали мы ее из штатной шины, которыми соединялись блоки. и с этой стороны тоже самое. Кстати, для крепления что кабеля, что шины используются штатные болтики. они по длине идеально подходят. Все, сейчас дальше будем выставлять вот эти блоки. вот такие для них крепления. Сейчас наварим на них шпильки в нужные места. И на них насадятся вот эти модули. Как только их закрепим, будем соединять кабелем. Промежуточные итоги подводим. Полностью закрепили переднюю сборку. Кабель, все здесь соединено, держится прям монолитом с батареей. Спрятал балансировочные кабели, здесь еще не сильные они закреплены, потому что сборка еще ведется. тут все закреплено. Все тоже не болтается, даже намек на движение нет. Ну и уже контакторы прикинул здесь на место, чтобы ничего не мешало. Здесь, конечно, все плотненько, но ничего не касается друг друга. Кабель КГ тоже там очень довольно-таки жестко сидит. Болтами его растянуло и сам по себе он имеет свою упругость некоторого. Ну вот так вот сел. Вроде сидит хорошо, тренинг особого не будет. Ну вот еще один маленький промежуточный итог. Прикрепили вот эту вот сборку. Здесь я вот уже соединил кабеля таким вот образом. Так, с этого контакта пойдет уже на заднюю сборку соединения. Вот с этих двух контактов у меня будут выводы на размыкатель, который здесь вот будет установлен на свое штатное место. Сейчас калибруем крепление для вот этой вот средней сборки. Кабеля я вот уже подготовил. Один, который побольше, это вот этот вот кабель. Соединяет вот эту сборку с этой сборкой. Вот только в том месте все это будет напротив. И маленький кабель, его сейчас нужно изогнуть, чтобы получился вот точно такой же буквой П перевернутый. Закрепим, соединим. Сделали вот себе, кстати, такой вот зонтик, чтобы хоть как-то от солнца защищаться. Так, ну и собственно еще один этап завершен. Полностью, значит, нижнюю сборку уже уложили, скрепили между собой. Осталось только не забыть закрепить шины межблочные. И вот здесь вот закрепить сами металлические ленты, которые мы изогнули вот таким образом. Приварили к ним шпильки. И теперь вот эти два блока, они как единое целое. И соответственно там тоже два блока как единое целое. Вот, значит, если видно, всего четыре вот таких металлических ленты. Будем их закреплять одновременно со вторым этажом. Для второго этажа сейчас сделаем полочку, которая будет на шпильках сидеть. Этими же шпильками будем регулировать высоту. И так, собственно, очередной отчет, что имеем. Там спереди уже все готово. Осталось сюда установить размыкатель. Закрепили первый ряд, первый этаж. Вот здесь изготовили шины. Полностью я заизолировал и закрепил балансировочные провода. Единственное, вот этот кусок остался здесь не заизолированным. Сейчас передохнем. И будем приступать к изготовлению крепежа для второго этажа. Наступило утро пятого дня. Сказать, что устал, вообще ничего не сказать. Сегодня проснулся. Ощущение такое, как будто бы вчера всю ночь жестко бухал. Ну и, собственно, какой прогресс у нас на сегодняшний, на текущий момент. Передняя сборка собрана. Это уже вчера было известно. Средняя сборка полностью закреплена, полностью собрана. Контакторы установлены. Подключен плюс, минус. Размыкатель пока просто установлен, подключен, но болтами не прикручен. Как уже много раз упоминалось, все мы должны были перейти к сборке второго этажа. Да так вот до него никак не дойдем. Осталось только вот центральный провод проложить, к нему подключить термометры. Прозвонить все балансиры, проверить, что никакой ошибки нет. Ну и ближе ко дню, чтобы можно было уже шуметь, все-таки приступим к изготовлению полочки для крепления второго этажа задней сборки. Так, ребят, вот таким образом решили закрепить второй этаж. Вот здесь вот родная планка. Она сзади стояла, держала заднюю сборку на весу. Она же и остается. В ней мы просверлили отверстие. В каждом блоке нарезали вот так вот резьбу. По три штуки на каждый блок. Спереди здесь тоже насверлили отверстие. Под каждое отверстие на блоке, под шпильку. И сама вся эта полочка держится на восьми шпильках. Шпильки, кстати, внизу вворачиваются. И вернули, точнее мы их сверху. Приварили. Теперь конструкция держится очень жестко. Вот. Когда сборку закончим, посмотрим, насколько это все устойчиво. Если будет не совсем устойчиво, крепко держаться, тогда уже дальше будем думать, как раскреплять текущую конструкцию. Итак, наступил шестой день, как я вместе со своим отцом перепаковываю батарею для Nissan Leaf. Что могу сказать? Батарея практически уже собрана. Установлены все модули на стое место. Соединены. Осталось только закрепить компьютер. Будет он располагаться на передней сборке. Скорее всего, там на правой части. Размыкатель. Я бы установил его сейчас, да и он уже был установлен, закреплен. Да вот только дело в том, что забыл я о том, что придется резать крышку. Кстати, вот она. Разрезанная. Скоро вы увидите, как я буду ее соединять. Подниматься она будет буквально на два сантиметра. Ну, на три, может быть. Точно выверим, чтобы она ни за что не цеплялась. По поводу этого размыкателя. Есть мысли просто отпилить ему ноги и в момент накрывания крышкой просто притянуть его к крышке, чтобы он, грубо говоря, висел в воздухе. Да, я знаю, мне самому эта идея не очень нравится, но если он не будет висеть в воздухе, то нужно будет сюда городить какую-то площадку, наращивать шпильки. По поводу вчерашнего дня. Весь день мы, конечно, потратили на то, чтобы закрепить второй этаж, насколько крепко будет эта сборка держаться. Ну, в общем-то, сейчас уже все собрали. И, собственно... Вот я могу. Могой эта рука. Она вообще монолит с батареей не двигается. Тем более, все модули соединены между собой с двух сторон. Лежат они на общей полке снизу, то есть они тоже стянуты. Шпилек, жесткости шпилек вполне хватает, чтобы держать весь этот вес. Вот. Ну и сзади тоже как бы не казалось хлипким крепление, которое мы создали. Она очень даже хорошо выполняет свою функцию. Прям очень хорошо. Я вот, кстати, его здесь уже подготовил. Саморегулирующаяся нагревательная лента. Грандепс. 24 ватт-метра. Тара-та-та. Что здесь? Made in Korea. Если я не ошибаюсь, здесь у меня 7 метров. Что, в принципе, как мне кажется, будет достаточно для обогрева батарейки нашими не холодными зимами. Продолжаю работу над перепаковкой батареи. Как уже известно, перепаковка батареи закончилась. Внутри уже все подготовлено. И сейчас только дорабатываю крышку корпуса. Вчера вечером уже распилили корпус. Вот так вот прям повдоль. Изначально я хотел выпилить только вот здесь кусочек и вот здесь кусочек. Приподнять их только потому, что центральная сборка не влазит. Там буквально 3 сантиметра нужно поднять. Вот. Но так как опыта нет, перепаковки, особенностями и хитростями делиться на форумах никто не хочет. Единственное, что мне удалось выпытать, это то, что корпус придется дорабатывать. Вот. Больше никакой информации по доработке корпуса я не нашел. Поэтому вот вчера мы с отцом сели вечером и подумали, как же нам так проще всего доработать корпус. Вот. Именно поэтому стали примерять крышку батареи уже в приподнятом как бы состоянии. И оказалось, что если приподнять центральную часть, то батарейка уже не встанет на свое место. Потому что ну просто она выше не поднимется. И придется делать под каждый болт проставки. Мы померили это примерно 3 сантиметра. Там плюс-минус будем уже подбирать при установке. Соответственно об этом тоже нигде не было никакой информации. Была информация о том, что делаются проставки, но если ставить родную батарею с другим корпусом на 62 киловатт часа. Вот. Ну и собственно с отцом вчера вечером сели, подумали и решили, что если уж придется все равно подставлять сюда шайбы, то зачем тогда мучиться вот с этими маленькими кусочками, тут выпиливать как-то их вообще неудобно. Плюс вот эти клапана, ну, не хотелось заморачиваться лишний раз. Поэтому просто большой болгаркой отпилили по контуру крышку. Я вот ее слегка наживил. Основание ее получается, да, я слегка наживил со всех сторон. И крышку снутри выставил подпорками, так чтобы она стояла ровно по горизонтали. Чтобы внутри блоки, которые не помещались, стояли свободно и не терлись об крышку. И начал, собственно, вот такой вот полиэфирной смолой с отвердителем сама собой и стеклотканью создавать жесткость. Вот сейчас жесткость я уже создал ей. Она подсохнет. И тогда начну уже первый слой проклеивать полностью по периметру вокруг. Подсохнет. Снутри, наверное, сделаю еще один слой. Ну и, в принципе, жесткости здесь будет более чем достаточно, потому что это даже не стекломата, это именно стеклоткань. Пропитанная полиэфирной смолой, она создает просто невероятную прочность. И вот еще один маленький промежуточный итог. Проклеил уже вокруг на один слой с маленькими перемышками. Так, друзья, товарищи, наконец-то батарейка собрана. Сейчас она пока имеет вот такой вот вид. Вот здесь вот мы все заклеили полиэфирной смолой на, как она называется, стеклоткань. Сейчас немного подсохнет. Еще и покрасим ее. Ну что, друзья, вот и свершилось. Прикрутил я батарейку, подцепил провода, подключил зарядку. Зарядка идет. Мощность и ток такой маленький только потому, что частный сектор с электричеством не очень. Компьютер думает, что батарея разряжена. Надо будет ее сбросить в ближайшее время. Пока поезжу так, посмотрю, как она будет себя вести без сброса. Вот такой разброс по ячейкам. До подключения зарядки было 64 мВ. Ну вот и все. Сейчас ставлю защиту. Спускаю машину на землю. Не знаю, наверное не дождусь даже окончания зарядки. Попробую на ней прокатиться. Вполне возможно, даже до быстрой зарядки доеду. Посмотрю, что она покажет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, кому-то оно было полезным. Знаю, что в процессе переделки было много косяков. Можно было кое-где сделать намного лучше. Но дело в том, что уже шестой день. И уже и я сильно устал. Делал я вместе с отцом батарейку. Он тоже устал очень сильно. При том, что он еще работает на обычной работе. Так что вот как-то так. Ну а пока всем добра, всем удачи.